Привет, друзья! С вами Джин Лав. И в этом видеоуроке мы создадим меню для нашего сайта. Смотрите, создавать меню мы для нашего сайта будем с помощью страниц. И сейчас придумайте название страницы, которое вы хотели бы видеть вот здесь. И дальше будет у нас вот здесь название, вот здесь название и вот здесь различные названия страниц. Я уже придумал, как будет у меня называться первая страница. Заходим в панель управления своим сайтом. Вот, и делаем следующее. Наводим на добавить, добавить страницу, нажимаем. И здесь прописываем название той страницы, которую вы хотите видеть в своем меню. Я выбрал Lamborghini, так как тема у меня сайта гоночные машины. И будет это первая страничка моего сайта. Смотрите, также можете сразу немножко прописать здесь. И оформляете сами так, как хотите. То есть вы здесь сами прописываете текст, наполняете ее контентом, текстом. Также можете добавить картинки. Вот. Как добавить аудио и видео, я подкажу в других видео уроках. А сейчас можете добавить какие-то картинки, либо текст. Я, допустим, добавлю сейчас картиночку, чисто для примера. Выбрать файл. Открыть. Ставить. И нажму опубликовать. Далее. Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно открыть вторую вкладку, еще одну, своего сайта. И дальше смотрите внимательно, здесь следуйте за моими шагами. Навести на название своего сайта, на вот эту вот панельку. Дальше у нас высветится под меню. И вы нажимаете на меню. Вот здесь вот такая надпись меню. Нажимаете на нее. И здесь, смотрите, высвечивается вот такая вот форма. Вы нажимаете вот сюда и пишите название этого меню. Я пишу верхнее меню. Вы также пропишите, как я, верхнее меню, чтобы потом нам не путаться. И нажимаете кнопочку создать меню. Все, меню названия есть. Оно у нас создалось. Теперь мы добавляем то, что мы хотим видеть в этом меню. Смотрите. В меню, вот именно вот сюда. Вот сюда. Ну и в принципе в любое место мы можем добавить страницы, произвольные ссылки и рубрики. Сейчас мы коснемся только страниц, а произвольных ссылок и рубрика я расскажу чуть позже. Так, нажимаем на страницы. И выбирайте то название, ту страницу, которую вы хотите видеть в своем меню. Я написал Labrador. Ламборджини, ставлю галочку здесь, нажимаю добавить меню. Вот она здесь у нас отобразилась. Теперь я нажимаю галочку здесь вот вверху, primary. Ставлю галочку и нажимаю сохранить. Теперь я вхожу во вкладку, где виден наш сайт и нажимаю обновить страницу. И вот у нас появилась такая надпись в уголку Lamborghini. Если мы на нее нажмем, то внизу у нас откроется страница Lamborghini, где у меня здесь фотография с девушкой и какое-то краткое описание. Дальше. Возвращаемся сюда и нажимаем еще добавить еще одну страницу. Вот сюда, где надпись у вас редактировать страницу, вы нажимаете добавить новую. И придумаете еще одну страницу для своего сайта. Я напишу о компании. О компании. Нажимаю сюда. Также вы ее здесь сами оформляете, как хотите. Собственно, прописываете название, имя, там, различные заголовки, статьи можете писать и так далее. Можете также выбрать оформление с одной колонкой, с двумя и так далее. Ну, для примера я поставлю с одной, то есть без колонок вот эту вот выберу, потому что тут будет описание, о чем эта компания, и лучше это, если будет во всю ширину сайта. Теперь я нажимаю опять на ту вкладку, где у нас меню. Нажимаю еще раз «Сохранить меню». У нас страничка обновилась автоматически, и вот тут появилась такая надпись о компании. То есть появилась страница, которую я только что создал. Еще можно было не нажимать на меню «Сохранить меню», а еще можно было просто обновить страницу. То же самое. В общем, сейчас также выбираете, ставите галочку здесь, и нажимаете «Добавить меню». Нажимаете «Сохранить». Смотрите. Теперь опять возвращаемся на вкладку, где у нас открыт сайт. Нажмем «Обновить страницу». И вот у нас появилась вторая вкладочка о компании. Первая, вторая. Далее, смотрите, мы вернемся сюда, где мы создаем страницы, и нажмем опять «Добавить новую». Сейчас мы добавим уже несколько страниц для того, чтобы не повторяться. Я добавлю такие страницы, как запчасти. И вы придумываете свои названия страницы для своей тематики сайта. А заполнять я их сейчас не буду, потому что это пример. И вы заполняете эти страницы своим контентом, как хотите, и выбираете, как хотите вы их отобразить. Нажимаем «Опубликовать». Теперь нажимаем вкладочку, добавить еще одну страницу, и я добавлю, допустим, назову ее так «Тюнинг». Поставлю, например, вот такое вот оформление с правой боковой колонкой и нажму «Опубликовать». Добавлю еще одну страничку «Реквизиты». Типа «Реквизиты компании». И ее опубликую. Все, теперь опять возвращаемся в меню. Далее мы обновляем страницу. И у нас вот появились новые странички, которые мы только что создали. Ставим галочку «Реквизиты», «Тюнинг», «Запчасти». И нажимаем «Добавить меню». Итак, смотрите. Сейчас у меня расположено вот таким образом. В таком порядке. Нажиму «Сохранить». И в таком же именно порядке будет у меня отображено здесь. Обновляем страницу и смотрим. То есть мы также видим, что такой же порядок. То есть «Ламборджини», «Аккомпания», «Реквизиты», «Тюнинг», «Запчасти». Как поменять этот порядок. Заходим в меню и просто-напросто берем и перетаскиваем. Я, допустим, хочу реквизиты поставить в последнее место. Запчасти нажать и перетянуть вверх. Оттюнинг пускай будет вот здесь. И нажимаю «Сохранить». Возвращаемся на вкладку, где указана наша страница. И нажимаю «Обновить». Все, теперь все так, как я хочу. В таком порядке, как он мне надо. Далее я вам покажу, как делать подменю. То есть у нас сейчас основное меню, а как под этими надписями, чтобы выскакивало еще дополнительное меню. То есть подменю и еще меню. Сейчас я это вам продемонстрирую. Зайдем в свою вкладку. И, допустим, добавлю новую страницу. И назову я ее так. Допустим, это будут шины. Шины. Опубликую. Теперь добавлю еще одну страницу. И назову я ее, допустим, «Тормоза». Опубликую. И, допустим, создам еще какую-то еще одну страницу. Назову, например, «Диски». Опубликую. Смотрите, я сейчас не прописываю нигде описание страницы, потому что это чисто пример. Вы сами потом пропишите то описание каждой страницы, какое вам необходимо по вашей тематике сайт. А сейчас возвращаемся в меню, обновляем страницу. И вот у нас появились еще дополнительные странички. Вот здесь отображаются. Выделяем их, галочки ставим и нажимаем «Добавить». Смотрите, как создать подменю, чтобы у нас, когда мы наводили на какую-то надпись, появлялось внизу еще вот такое дополнительное меню. Вот мы сейчас этим займемся. Смотрите, вот мы добавили диски, тормоза, шины в это меню. Я хочу, чтобы, когда человек навел на надпись «Запчасти», вот здесь, навел на надпись «Запчасти», у него высветилось дополнительное подменю. Что нужно для этого сделать? Нужно взять, нажать на надпись «Диски», например, и перетащить под надпись «Запчасти». Дальше нужно нажать надпись «Тормоза», зажать и держать, потом и перетащить под надпись «Диски». Потом нажать надпись «Шины», задержать и перетащить под надпись «Тормоза». Дальше, чтобы вот эти вот три страницы стали подменю, их надо сдвинуть вправо, то есть сдвигаем вправо. Нажали, удерживаем, сдвинули. Нажали, держим, оттянули, сдвинули. Теперь нажимаем «Сохранить». Сохранили. Теперь возвращаемся на страницу с сайтом и нажимаем «Обновить страницу». Обновили. Теперь, смотрите, когда я наведу на надпись «Запчасти», у меня выскочит сразу подменю. То есть, видите, я навел, сразу высветилось подменю «Диски», «Тормоза», «Шины». То есть, выскочилось подменю. Смотрите, но это еще не все. Мы таких подменю можем очень много создавать. Мы можем сделать его очень длинным. Можем дополнительно к дискам создать подменю. Например, я сейчас так и сделаю. К дискам создам еще одно подменю. Добавлю несколько страниц. Допустим, напишу «Диски с охлаждением». Опубликую. Есть. «Диски с охлаждением» и нажимаем «Добавить меню» и обновлю страницу, чтобы появились у нас вот здесь эти дополнительные странички. Выберем «Диски с охлаждением», «Диски титановые», нажмем «Добавить меню». И теперь смотрите, что нужно. Чтобы под дисками, да, у нас еще справа появилось дополнительное меню, вот здесь справа, да, нам нужно под эти диски разместить те страницы. Вот следующим образом. Допустим, диски титановые мы размещаем под дисками. Опять «Диски с охлаждением» мы размещаем тоже под дисками. Но теперь мы их тоже сдвигаем вправо. Тоже сдвигаем вправо. И нажимаем «Сохранить». Возвращаемся на страницу сайта, обновляем и смотрим. Наводим на диски и у нас выскакивает справа еще дополнительное меню. «Диски титановые», «Диски с охлаждением». И так, кликая на любую страницу из этих, у нас откроется эта страница. «Диски титановые». Все очень просто. То есть вы создаете страницы, какие хотите видеть, потом заходите в меню и здесь выбираете галочками, какие страницы хотите добавить и добавить. А потом здесь путем перетягивания вы настраиваете то, как это вам необходимо. То есть вверх-вниз вы перетягиваете, какая будет страница отображаться, впереди какая последняя, а двигая вправо-лево, будет отображаться, какая страница является дочерней, а какая главной. Таким все образом делается. Смотрите. Теперь я вам покажу, как зайти в это меню другим способом. Нажмем «Консоль обновить». Сюда вот обновилась. Теперь в это меню еще можно зайти вторым способом. наведя мышку на внешний вид, а потом выбрав меню и нажать «Меню». То есть мы также попадаем в это меню. Далее, смотрите, что еще важно. Меню еще можно сделать, то есть в меню можно добавить еще произвольные ссылки. Например, я здесь пишу какую-то ссылку, любую. Ну, например, ссылка, пускай будет ВКонтакте, раз мы начали ее экспериментировать, пускай она будет. Копирую ссылку ВКонтакте. И вот здесь, где произвольные ссылки, я, допустим, вставляю эту ссылку. Вставил ссылку из ВКонтакта. Теперь я пишу название этой ссылки. Пишу, допустим, ВКонтакте. ВКонтакте. Нажимаю «Добавить меню». Оно также добавилось. Вот оно внизу. Также можем ее перенести куда-нибудь и настроить. Нажали «Сохранить». Что значит добавление произвольной ссылки? Это значит то, что когда человек нажмет на эту ссылку ВКонтакте, он попадет на мою страницу ВКонтакте. Давайте вернемся на страницу сайта, обновим ее и посмотрим, что появилось. Вот появилась ВКонтакте такая ссылочка. И если мы на нее нажмем, мы сразу попадем на страницу ВКонтакте. Вернемся назад. Опять, что неудобно, когда мы ставим такие ссылки, мы переходим на страницу, куда мы посылаем человека, но наша страница исчезает, но она как бы перенагружается. Далее. Рубрики. Также в меню мы можем добавлять рубрики. О рубриках я сейчас скажу кратко. Более подробно будем о них говорить в других видео. Смотрите рубрики. Это представьте себе блог, где в эту рубрику добавляются различные записи. То есть, если мы поставим галочку и добавим сюда рубрику, так же, как обычно, то вот здесь у нас будет стоять рубрика. И если человек кликнет на какой-то из этих рубрик, допустим, то внизу отображатся все записи по этой рубрике, по этой тематике. Вот что значит рубрики. Рубрики – это как отображение большого количества записей. Страница – это у нас одна страница с одним содержимым, а рубрика – это тематика, где отображается много различных записей на данную тематику. Так, возвращаемся теперь сюда. Нажимаем на консоль, обновляем страницу. И на этом наш видеоурок заканчиваем. Увидимся в следующем видео. С вами был Джин Лав. Пока.